Есть ритмический компонент, есть спонтанный. В ритмическом я минимум раз в день, лучше два, сажусь и записываю все содержимое ума. А в спонтанном, ну вот что-то пришло, надо сразу зафиксировать. Так вот, я беру и записываю, записываю, записываю абсолютно все, что пришло мне в голову. От там, какая обувь на мне надета и какие кроссовки я хочу, до того, что, допустим, меня интересует судьба человечества в плане экологии. В процессе записи вы нисколько не фильтруете, не определяете ни калибра, ни долгосрочность. Ничего вы с мыслями не делаете, кроме переноса их на бумагу. Вообще процесс обработки и процесс передачи абсолютно разные вещи. И нас пока интересует перезапись, то есть с носителя нейронов, циркулирующих там в цепях возбуждений, которые память, на бумагу. Разбирать записи имеет смысл не раньше, чем через две недели, а то и через месяц. То есть сначала нужно просто привыкнуть переносить. Вы можете набивать на клавиатуре в телефон, но нужно писать рукой. Писать нужно рукой, потому что это фиксирует не только ваши мысли, но и эмоциональное состояние. Это потом важно для работы. Потому что вы можете дополнительно нарисовать и еще потому, что чем больше площадь того, на чем вы пишете, тем лучше. То есть если мысль пошла-пошла-пошла-пошла-пошла, то граница листа ее в идеале бы не должна останавливать. И для креативщиков есть специальные столы с огромными бобинами, где столешница, покрытая бумагой, она просто перематывается. Чтобы границ не было. Позаписывали. Когда вы рано или поздно начнете это разбирать, вы поймете, что определенные мысли сами, условно говоря, кристаллизовались в действие. То есть вы наконец-то поняли, так что же вы хотите сделать. Часть мыслей вас просто покинула, но я подчеркиваю, это не было шумом. Были, значит, нужны были. Часть мыслей сформировались в какой-то план, в начало какой-то практики. То есть, ну, образно скажем так, да, кристаллизация. И ничего из этого вы не откидывали, не тратили на это энергию. Но вы не тратили энергию и на выжимание это от себя, и не тратили энергию на насилие формата «я остановлю внутренний диалог и сяду на медитацию», садишься на медитацию, мысли ворох, чего вам надо. Но они хотят реализацию. Еще некоторая часть будет отражением в уме каких-то внешних событий, но события в уме, ну, почему бы им не отражаться, это неплохо и нехорошо. Плохо, когда вы не можете процесс этот контролировать. Еще часть мыслей выяснится, что это как таковые не мысли, а телесные ощущения, которые вырываются в мышлительный процесс, потому что у тела есть функция требовать к себе внимания, если подкорковые, опять же, центры решили, что что-то не так. Ну, соответственно, реализации будет обратить на это внимание, как-то решить вопрос. Но ни в коем случае не подавлять мышление, и не искажать его, и не напрягаться формата «я не буду об этом думать». Колоссальная потеря энергии строится просто на том, что я одной частью нервной системы думать хочу, а другой вроде бы как бы не хочу. Ну, надо. Надо. Надо убирать противоречия, переставать заниматься тем, что не полезно. Часть интеграции так достигается. И само по себе эта практика основа для других. То есть это выход уже на синхронизацию полушарий, правда, только один из. Это выход на работу с подсознанием, с психосоматикой, контроль эмоций и много на что. А начинается относительно вот так вот просто. То есть берем, подумали, записали.